...на себе население городов, поселков юго-востока Украины. Это геноцид! И ничем он им не является. Массированными артобстрелами и ракетно-бомбовыми ударами подвергаются жилые районы городов Донецка и других областей. Ряд населенных пунктов уже фактически стерли с леса земли. Прекращена подача электричества, разрушено водоснабжение городов. Это произошло в результате не случайных попаданий, а в результате специальных ударов, точных ударов. Погибли и ранены сотни мирных жителей. Другие лишились домов. Они с детьми на руках устремились в просторных мест. Но нынешняя украинская власть никак не обеспечивает их безопасного перемещения. Напротив, идет обстрел в беженцах на дорогах. Транспорт под белыми флагами со знаком красного креста и надписью «Дети» демонстративно подвергается минометному огню. Все это зафиксировано во множестве свидетельств и видеороликов. Военные преступления поражают своей жестокостью. Не единичны они, приобретают массовый системный характер. Против собственного народа украинская власть использует тяжелое вооружение, оружие, танки, реактивные бомбардировщики, армейские вертолеты, установки залпового огня. Также применяется запрещенное международными решениями противопехотные мины. Кассетные бомбы, зажигательные бомбы с содержанием белого фосфора применяются против мирного населения. Хотим напомнить, что в конце февраля 2014 года в Киеве произошел фактически вооруженный государственный переворот. Он вызвал протест граждан во многих городах Украины. Вплоть до начала мая протестные акции на юго-востоке носили исключительно мирный характер. Однако 2 мая в Одессе было устроено массовое убийство безоружных людей. Это произошло при активном участии радикальных и неонацистских групп. Поощряемых властью Украины. По официальным данным 48 человек были сожжены в Доме профсоюза в центре Одессы. Реальное же число жертв не установлено. И не может быть установлено вне ответственного международного расследования данного преступления. Это преступление в Одессе стало водоразбелом, после которого протестующий Юго-восток понял, что именно его ожидает при сохранении нынешней политической линии Киева. И со всей определенностью высказался на перендуме 11 мая. Напоминаем вам, что и тогда, когда в Донецке и Луганске уже началась, и была потеряна по тяжелым местам. По оборудованию Россия, по началу государства установить ее жертвы в щитов. И что после президента Губера 25-го мая, он здесь принял военное противостояние генеральной силы. Уже несколько месяцев идет гонки мелькоредного населения Юго-Востока. Погромы в населенных пунктах, занимаемых армейскими частями украинской армии, расправы над мирными жителями осуществляются ими. В городах Украины абсолютно беззаконными методами выкрадываются активисты протестных движений и сдаются за вознаграждение одному из интересантов февральского госпереворота. Коломойскому — это классический геноцид со стороны государства по отношению к значительной части своих граждан. Киев заявляет, будто бы борется с российской оккупацией. Однако до сих пор не было приведено ни одного доказательства участия в боевых действиях на стороне ополченцев российских военнослужащих. Тогда-то киевские власти используют иностранных наемников. Что за фиксирование? Мы — потомки великих победителей над гитлеровской Германией. Наши деды героическими усилиями разгромили нацистско-фашистское отродье в 1945 году. Мы — потомки великих основателей государства Израиль, который в неравном противостоянии с врагами создал мощное государство. Мы — потомки, выживших после Калакоста. Наших предков нацисты уничтожали в концлагерях, травили газом и сжигали в печах Освенцима. Мы не допустим повторения истории. Вы слышите это? Мы требуем резко осудить действия киевских властей и принудить их к прекращению вооруженного террора против местного населения на юго-востоке Украины. Мы требуем привлечь международные организации к помощи в восстановлении гуманитарной катастрофы на юго-востоке. Мы требуем международного трибунала над нацистами 21 века, Нюнерберг-2, над фашистской властью хунты в Киеве и их пособниками. Фашизм не пройдет! 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 Спасибо!